Я приглашаю на сцену руководителя департамента маркетинга Сергея Семенчика. Я приглашаю на сцену руководителя департамента маркетинга Сергея Семенчика. Я приглашаю на сцену руководителя департамента маркетинга Сергея Семенчика. Я приглашаю на сцену руководителя департамента маркетинга Сергея Семенчика. Я не очень раз говорил со сцены продукт и продукт. Вот это именно то самое. И сегодня я вам даже хочу сразу интриги никакой не будет. Вы этот продукт знаете. Вы этот продукт пользуете. И наше достижение, если говорить уже о достижении, мы говорим о движении, что мы этот продукт, вопреки предыдущему опыту, когда мы выводили в течение года, полутора лет новый продукт, три месяца. Цикл распространения продукта, информация о нем, знания, получение результатов, три месяца. В дальнейшем мы будем уменьшать этот строк, увеличивать эффективность. И сегодня это тоже премьера в новом, уже в золотом обраныне. Это новое привозили в упаковку. Издалека сложно увидеть, но он стал еще богаче, еще симпатичнее. Я думаю, вы оцените, если камера сможет сюда показать. Это новая версия в упаковке. Потому что этот продукт достоин такой упаковки. И сегодня, поднимите, пожалуйста, руки, кто уже пользовался или пользуется. Неплохо. А кто знает об этом продукте? Окей. И теперь кто не знает? Вот для вас я сегодня и расскажу. Все остальные могут заниматься другими делами, либо могут посчитать интересным это выступление. Ну и я расскажу. Сегодня мы пригласили специально для вас разработчика. Который вложил всю свою душу, который вложил гигантское количество лет на разработку данного уникального продукта, который стал достоянием Кораллового клуба. Попрошу вас поприветствовать и скупать аплодисменты доктор Линд Сушик, разработчик у вас. Добрый день. Спасибо за приглашение. Что я могу и все сказать. Теперь я знаю ваши головы, меня вопрос не доказать. Можно начинать. Вы знаете, кто это сказал? Кто? Одна маленькая ремарка. Почему у вас уже читается вопрос, доктор Линд Сушик так прекрасно говорит по-русски? Дело в том, что он учился в Чехословакском университете и учил славянский язык, и учил русский язык. И нам очень повезло, что на русском языке прекрасно доктор Линд Сушик говорит, и мы будем слушать презентацию и ответы на ваши вопросы на русском языке. Спасибо. Сейчас, прежде чем мы начнем отвечать на ваши вопросы, что такое отвечать на ваши вопросы? Мы собирали эти вопросы, эти вопросы не только мы собирали, вы их задавали, у нас их большая масса, мы их разделили на какие-то сегменты. И мы постараемся уже не делать в очередной раз презентацию продукта, которая есть на сайте, в закрытой ее части, в медиа-центре. Прекрасная презентация от нашего доктора. Сегодня мы уже отвечаем на дополнительные какие-то вопросы, чтобы больше раскрыть всю суть данного продукта. Вот, собственно, об этом, ради этого мы сегодня здесь и выступаем. Соответственно, начиная с вопросов, вопрос номер один, доктор Душек, люди интересуются, люди спрашивают, что является источником гиалуроновой кислоты, и вообще немножечко о том, откуда ее вообще добывают, эту гиалуроновую кислоту, в принципе, можно даже с экскурсом в историю. Так, попробую. Извиняюсь, если мой русский язык не будет стопроцентный, но если не будете понимать, задавайте вопросы. Так, история гиалуронной кислоты, она начинается в разницу к всем остальным препаратам в медицине человека. Она была сделана для лошадей, не для человека. Это в 60-70-х годах прошлого века в Америке создали группу исследователей, которые начали снабжать за химическими составами, с которыми можно влиять на здоровье суставов лошадей. И им удалось сделать изолацию гиалуронной кислоты, которая... О, не работает, подожди. Нам Антон поможет. А. Или мы сами себе поможем. Включили. Включили, включили. Это дидактика. Все есть. Хорошо. Так. Первоначально гиалуронную кислоту доставали из гребешка петуха. И даже до сегодняшнего дня где-то 80-60-80% инъекционной формы гиалуронной кислоты, которая на рынку, они до сегодняшнего дня с этого делают. Потому что у них старые регистрации сохранились, они не хотят менять. Единый недостаток того есть, что в этих препаратах сохраняется довольно большое количество куринной ДНА, которая вызывает много аллергических реакций у людей, которые вот это принимают. В последние 10 лет, 15, было обнаружено, что гиалуронная кислота, она и у некоторых определенных типов клеток. Эти клетки мы сегодня выращиваем. У меня есть один отдел на предприятии, который занимается только биотехнологией и выращиванием этих клеток. Эти клетки выращиваются в биоферментах, в закрытых помещениях, где они в определенное время, они как работают. Они, если... А вот здесь вот. Эти клетки живут в этих ферментах и в нормальных условиях они не защищаются перед ничем. Когда ты им сделаешь плохие условия, они начинают вокруг себя делать вид оболочки, чтобы сопротивляться влияниям. Эта оболочка, она... Чем хуже условия сделаешь, тем больше оболочки есть вокруг каждой клетки. В миллилитре есть где-то порядка 2 миллиона клеток. И вот все эти клетки делают эту оболочку. Эта оболочка называется гиалуронная кислота. Поэтому нам теперь уже только нужно сначала делать хорошие условия для этих клеток, чтобы они размажались. А когда уже они достаточно все сделали, тогда убираем условия, и они закрываются оболочкой. И эту оболочку достанем, почистим и используем в биалуроне. Вот это источник гиалуронной кислоты, если кого-то заинтересует. Дальше есть там еще две вещи. Есть там хондроитин. Хондроитин мы покупаем, не делаем сами. Там есть возможность использовать два источника. Первый – это шкура зверей, животных. И второе – хрящ. Акулы. Акулы. Спасибо. Следующим компонентом – это инвертный сахар. Инвертный сахар мы туда добавляли с первого начала только как консервирующий… Естественный консервант. Как консервант. Но в течение этих 20 лет нам показалось, что это был очень хороший случай, что мы избрали не химикаты, а сахар, инвертный сахар. Потому что сегодня уже доказано, что он перевращает, когда он инвертный, он имеет молекулу глукозы и молекулу фруктозы. И из глукозной молекулы делает печень у нас глуконат, и из глуконата гиалуронную кислоту. То значит, мы задаем еще и стройматериал для сделки гиалуронной кислоты. Ну и последний, предпоследний – это витамин Е. Этот мы покупаем тоже от фирмы БАСФ. И вода. Вода у нас идет химически очищена и структурирована. В структурированной воде, в разнице не структурированной, можно разбавить гораздо больше вещей, чем в не структурированной воде. Но это продукт коралл-клуба, поэтому мы не можем не использовать структурированную воду. Я продолжу с вопросом. Я думаю, что вы достаточно раскрыли про источник. Теперь мы знаем, самое главное, что большая часть продуктов на рынке гиалуроновой кислоты, неважно, косметика, не косметика, используют гребешки, которые сохраняют ДНК животных, ДНК птицы в данном случае, курицы. Это является сильнейшим аллергеном, то есть возбуждает. Это имейте в виду, и что вот этот способ добычи гиалуроновой кислоты на сегодняшний день представляется наиболее передовым. Это как бы если выжимка. И следующий вопрос, доктор Душек. Очень, не очень много, но эти возгласы, самые, они были достаточно острыми, и у людей было непонимание. Речь идет об обострении. На первичной стадии приема некоторые люди говорили, что вот начинали ломить суставы везде, что же это я пью, что я пью, чтобы не болело, а у меня начинает везде все болеть день-два. Может быть, три, а потом сразу резко все проходит. Вот чем это обусловлено, как это объяснить? На этот вопрос я был подготовлен, должен сказать, потому что его всегда задают. Если мы возьмем прием билурона в течение 30 дней, как здесь видно, то мы можем разделить вот эти фазы в три цикла. В первоначальной фазе мы эту фазу называем фазу накопления, когда принимаешь, принимаешь, и ничего не делается. Не происходит. Не происходит, да. Но это не происходит на глазах, но внутри организма происходит. Что там творится в тот момент? Я не буду возвращаться к этому выступлению, которое у вас на сайте, если я просто дополнительную информацию вам постараюсь дать. То значит, у нас в этот период, где-то до 14 дня, начинается накопление гиалуронной кислоты в суставе, в суставной жидкости. Вот эта гиалуронная кислота, когда она туда попадает, она, как сказать, она меняет общий интерьер, среду, окружающую, все меняет. Там идет окисление, идет изменение давления осмотического, все эти изменения за счет того, что поступает дополнительный химический состав туда в суставе. И они там, если сустав не болеет, то он здоровый, но изношенный возрастом и так дальше. Тогда ничего не делается. А когда сустав имеет хроническое воспаление, тогда возникает совсем новый процесс. Я вам его постараюсь объяснить. То значит, мы здесь видим, что повышается гиалуронная кислота. И что там возникает? Я не художник, хоть и Пушкина рецептовал, но это сустав, да? Внутри сустава заходит видно? Да, да, да. Да? И в заду. В зале тоже видно, потому что на экран заходит гиалуронная кислота. В тот момент, мы говорим теперь о хроническом суставе, который с хроническим воспалением. Там находятся, кроме разрушенных клеток, хрящей, находятся и так называемые иммунные клетки, макрофаги. Вот эти макрофаги, они имеют одну задачу. Они постепенно там держат, не лечат, а держат в воспаленном состоянии, в воспаленном состоянии, но так под крышкой. Не закончат и не долечат. Вот эти, из этого момента, когда они здесь уже, они тоже когда-то в начале процесса прошли изнаружи, внутри, потому что в здоровом суставе их нет. Когда они там начнут действовать, они выделяют мочевую кислоту. Вот эта мочевая кислота дополнительно усаживается в суставе и начинается первоначальный процесс, которому позже говорим подагра. Подагра. Да. Теперь, когда начинает возрастать концентрация гиалуронной кислоты и за счет гиалуронхондроэтинного комплекса, то с повышением кислоты начинают активизироваться вот эти макрофаги. То значит, они сначала в испуганном состоянии и начинают выделять цитокины группы интерлеукин-1 и интерлеукин-6. Но это краткая промежуточная вспышка. Держится 2-3 дня и после того идет такой процесс насыщения гиалуронной кислоты, что они уходят. То значит, у них возникает стадия миграции. То значит, они после нескольких лет теперь решили, что там средства неудобные и все выходят. И с промежутом времени разбавляется и мочевая кислота, этот процесс немножко длиннее. Вот этот процесс макрофагов он где-то 5-7 дней. А процесс разбавления и ухода мочевой кислоты он более 2-х месяцев. Поэтому если кто-то, кто принимает белурон, попадет в прием в то время, когда у него воспаление, то за счет первоначального приема идет вот эта активация макрофагов и маленькая вспышка воспаления, после которой все это заканчивается и идет процесс лечения или оздоровления. Дальше. Ну, на этот вопрос мы ответили. Что хочу там показать. Да. То значит, если мы здесь смотрим, у нас появился интернет-кемпера 6-й и после того идет миграция макрофагов внаружи. То значит, вот этот комплекс мы называем противовоспалительный эффект гиалуронной кислоты. Но он действует не только в суставах и после приема и в других органах. То значит, приемом не лечим только или не влияем только на деятельность суставов и влияем и на воспалительный процесс в организме. После 14-го дня у нас начинает вторая фаза, которую мы называем фаза активации рецептора. Это было видно в презентации, поэтому там не буду возвращаться. Но третья фаза это фаза, которая интересует именно вас. Потому что вторую фазу тоже нельзя чувствовать. Что там процесс активации пошел, это никто даже я и вы не будете чувствовать. Вам нужно или вашим клиентам заказчикам вам нужно знать, что в третьей фазе начинает процесс оздоровления сустава. То значит идет процесс активации хондроцитов. Хондроциты начинают после активации рецепторов начинают размножаться, расти и выделять собственную гиалуронную кислоту. И за счет этой собственной гиалуронной кислоты мы имеем лучшую смазку в суставах и имеем за счет этого когда уже не дергают потому что много смазки есть тогда уже не идет трение и этим заканчивается и вопрос боли не чувствуется уже. Так все хватит спасибо большое нас часто обвиняют что мы очень все усложняем вот но тут разработчик сам рассказывает про процесс я попытаюсь упростить и максимально простую формировку ответа на данный момент то есть те самые макрофаги они когда почувствовали опасность что опасность близко дают последний бой это последний бастион который под волной гиалуроновой кислоты уходит вместе с болью так правильно можно так объяснять те кто не готовы очень сложные формулировки использовать спасибо и следующий вопрос не менее важный мы говорили о том что во время презентации говорили о том что продукт если по эффективности можно с чем-то сравнить на рынке то это инъекции инъекции гиалуроновые инъекции которые мы выяснили и продолжаем убеждаться в том что они очень дорогие вот но давайте поподробнее чем же отличается и понагляднее чем же отличается биалурон от инъекции потому что у обоих есть гиалуроновая кислота если взять биалурон и посмотреть какое содержание вот этой чашки или как это называется чашка мерный стаканчик стаканчик в сравнении с инъекциями я не знаю кто-то себе задавал уже вопрос можно ли это сравнить и какие там соотношения или не да но сколько про соотношения как вы считаете сколько в одном таком стаканчику 30 миллилитров это правильно а сколько инъекций не потому что инъекция не должна иметь тот же самый объем гиалуронной кислоты но я вам скажу вот здесь три инъекции это не хватит еще подождите это шесть инъекций шесть инъекций в ежедневном приеме если это скажете людям своим то обманывайте потому что там больше есть думаете хватит девять а куда они поместятся ну давай попробуем еще раз нажимать кнопочку точно двенадцать будет хватит пятнадцать хватит да да достаточно уже мне кажется хватит ну так теперь восемнадцать хватит все добавили восемнадцать этого достаточно да больше не будет это так что у нас если расчет чтобы вы поняли и когда кто-то спрашивает могли отвечать расчет такой в инъекции находится в зависимости от производителя где-то между восемь до двадцати микрограммов гиалуронной кислоты если сравнить с нашими четыре сто пятьдесят да которые в ежедневном гиалурон хондроэтинного комплекса там идет связка химическая там есть пополам хондроэтин гиалурон где-то повыше двести граммов о миллиграммов у нас в ежедневном стаканчику гиалуронной кислоты то значит из такого расчета мы говорим что это восемнадцать инъекций ежедневный прием а что это значит в месяц пятьсот сорок инъекций которые пятьсот сорок инъекций то есть вы представляете тот объем который в наших бутылках а теперь может быть осознанность приходит попозже 540 инъекций средняя стоимость инъекций это мы не говорим если посчитать по стоимости то никто не будет покупать семьдесят сто долларов семьдесят сто а теперь Теперь, если бы кто-то из вас захотел, и возьмет 540 инъекций, и наливает в стакан, и хочет выпить, то все равно он тот результат не получит, который убил урона. Почему? Потому что мы изменили структуру молекулы гиалуронной кислоты. В инъекциях находится та гиалуронная кислота, как она нормально есть в этом гребешку, и она в той форме, она не проходит в кишечник. И как инъекцию на место достанешь, там она будет работать в суставе. А она не будет работать, если она должна попасть в кровь через кишечник. Поэтому можно и не пить, и лучше использовать биалурон. Теперь следующий вопрос про динамику. Расскажите подробнее о динамике использования. Не использование, а вот какой результат. Каким образом происходит восполнение гиалуронной кислотой без биалурона и с биалуроном? Чтобы нам было с чем сравнивать, человеку было с чем сравнивать. Каким образом она восстанавливается? Тогда надо сначала разделить группу людей в две категории. Первая категория – это болные. Этими будем заниматься совсем в остатке. Начинаем с той группы, которая совсем не болные, но по какой-то причине нуждаются в ухаживании за своими суставами. Профилактикой. Профилактикой, да. С этой первой группы мы можем взять для начала тех людей, которые молодые, здоровые и которые занимаются или спортом, или у них трудная ежедневная работа. Это первая палочка. Она показывает активность человека. Когда постоянная активность и постоянная загрузка на суставы, то и производство гиалуронной кислоты постоянно не меняется. Ну и красная палочка – это расход. Расход гиалуронной кислоты, когда у нас нет загрузки, у нас на одном уровне. Производство имеется в виду генерирование организма. Производство в организме, да. И тогда последняя палка – это запас в организме. Значит, если мы много не расходуем, у нас запас стабильный. Но все это изменяется, если кто-то из них решает там довольно много заниматься спортом, вместо одного мяча два мяча или вместо пять километров десять, то у него идет перегрузка. И эта перегрузка расходует больше гиалуронной кислоты, чем было бы удобно. То значит, если мы повышаем здесь активность, то сразу у нас производство не повышается. Почему? Производство, внутриорганное производство гиалуронной кислоты всегда одинаково и стабильное. То значит, если мы расходуем больше, то в тот момент у нас наше употребление тоже поднимается и запасы унижаются. То значит, в организме в тот момент, когда перегруз пошел, идет какое-то дельта. Я его назвал дельта-билурон. Потому что действительно единственный, но не совсем единственный, если в одном суставе это можно и инъекциями, а если много суставов, тогда единственный на сегодняшний день препарат, который это может сделать, это билурон. Билурон, потому что здесь мы ничего влияния не имеем. Производство в организме останется на той же самой уровне. То значит, мы должны думать здесь, поднимать этот. За счет билурона мы это прекрасно в течение, в зависимости от того, какой перегруз, в течение двух недель, трех сделаем и постепенно доходим до нормализации процесса. Это для группы тех, которые работа и спорт. Всегда еще говорим о здоровых людях. Теперь о взрослых или пожилых. У гиалуронной кислоты пожилым считается тот, который выше 40 лет имеет. Поэтому не удивляйтесь. Потому что с этого возраста где-то прекращается или унижается собственная продукция ежегодно на несколько процентов. И достигает в 60-летнем возрасте только 10% того, что организму нужно. И теперь, если мы посмотрим с той же самой точки зрения, как у спортсменов, то у них возрастом собственное производство гиалуронной кислоты падает. То значит и запасы падают. Здесь можно тем же самым образом дополнять запасы гиалуронной кислоты за счет прошеркнутия вот этого дельта с помощью гиалуронной кислоты. Потому что другого выхода нет. Здесь нет активации, которую можно убрать. Здесь возраст тоже не уберешь. Поэтому единственное, с помощью гиалуронной кислоты можно нам вот эту дельту восстанавливать. Я думаю, вполне красочно и понятно. И, доктор Душик, последний вопрос, который волнует огромное количество людей. Они обращаются очень часто, хотя я не совсем этот момент понимаю и, в общем-то, объясняю его. Потом, надеюсь, будет возможность его объяснить. Какие исследования, в частности и клинические исследования, какая научная работа по данному продукту, по гиалуронно-хондроитиновому комплексу на настоящий момент была совершена? Вот немножко об этом. Ну, о общих проблемах с доказательством активности БАДов вам, наверное, не надо говорить, потому что эти сложности и у нас в Германии. Они хотят и то, и то. С одной стороны, нас заставляют доказывать то, что мы на коробке декларируем. А как только декларируешь, что ты повесил там на столько и столько миллиметров слой хрящи, уже из тебя сделают лекарство. Тогда что лучше делать? Потому что, если мы будем лекарством, то стоимость этого препарата будет в 7 раз выше из-за всех этих расходов, регистраций и так далее. Мы стараемся держать его на уровне БАДов. Если он на уровне БАДов, то все эти объяснительные испытания мы немножко держим в закрытом виде или под полном где-то. Потому что их официализировать значит, что если нам какой-то неблагоприятный конкурент хочет что-то плохого, то он просто скажет… Оперируясь к тому, что активность очень высокая, а почему бы не сделать его лекарством? Белурон становится лекарством, белурон уходит из ассортимента компаний. То есть, я надеюсь, вот этот тезис понятен. И теперь, если… Но все равно мы продолжаем в работе. Я выслал вам эти результаты, которые… У нас есть отзывы докторов, да. У нас есть клинические исследования доктора Лазик. Это можно посмотреть. На сайте Белурон у вас есть доступ к этим материалам в оригинале и в переводе. Там очень интересно, если прочитать внимательно, потому что это касается не только тех пациентов, которые там были сделаны. Там было сделано 50 пациентов, которым делали артероскопию. То, значит, они открывали коленный сустав и после этого опять закрыли. В тот момент, когда они открывают коленный сустав, это вам могу сказать, как врач, что уходит вся жидкость сустава. И за счет того, что он сухой, пациенты после того долго лежат, не передвигаются, потому что у них все сухое. И они должны ждать, пока организм дополнить из собственных сил вот эту жидкость. Ну и вот доктор Лазик, он сравнивал 25 человек, которые получили вот эту операцию и сразу после него получили билурон или гиалурон-хондроитинный комплекс. Сравнивалось 25 пациентами, которые просто операцию сделали и на этом и закончилось. То, значит, не получали никакой дополнительной поддержки для суставов. Результаты посмотрите, там на сайте записано, там результаты после 30 дней и после 60 и 90. И там видно, что возрастание, так как мы знаем, что начинается эндогенная продукция, то видно, что растет дальше и в 60 и в 90 дней уровень гиалуронной кислоты в сравнении с теми, которые ничего не получали. Но на сайте у вас должен быть и объявление профессора Шунка. Профессор Шунк считается одним из самых популярных врачей Германии, который получил за рубежом большие оценки за свою работу. И он просто уже 15 лет, ему уже несколько больше, сегодня 70, и он 15 лет последних делает маленькую практику или как это называется? Да, 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 практика врачей. И там с очень большими успехами использует гиалурон хондроитинный комплекс. Его отзыв есть также на сайте biluron.com. Есть там, да? Да. В ближайшее время получите еще на сайт один новый результат, который мы получили месяц назад у нашего дистрибьютора в Азии. В Вьетнаме мы сделали испытание на 180 больных, у которых подагра. 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 Интонация не та. Подагра. А там вот эти результаты я вам постараюсь выслать, чтобы вы их могли тоже использовать. Но самые интересные результаты это не те результаты, которые на людях, потому что, не знаю, если вы в курсе, но в ортопедии у человека 60% плацебо. То значит, если я от вас возьму 10 человек и буду вам давать воду и скажу, что это святая вода, она вам поможет. 6 из 10 человек мне скажут после месяца, что ему это помогло. Это самый высокий уровень в медицине. Поэтому, кто хочет сравнивать свой препарат с чем-то другим, он должен иметь результаты повыше этих 60%. Только эти считаются. А если мы хотим все это обойти, мы возьмем животных. У животного не обманешь. Если собака хромает и у него есть артроз, то он будет хромать до тех пор, пока у него артроз есть. Если не будет, то он быстренько выбежит по лестницам. Например. Поэтому мы очень ценим результаты, которые сделал наш дистрибьютор ветеринарных препаратов в Германии на основе испытаний свыше 150 собак, где было точно то доказано, о чем мы говорим, что в течение 3-4 недель начали эти собаки передвижаться без боли, без всего. И контрольные рентгены доказывали, что там есть большой процесс улучшения. Если вас это интересует, могут тоже доставить. То есть, вы понимаете... Это очень важный аргумент, когда кто-то будет спрашивать. Спасибо. На самом деле, очень странно, и многие люди среагируют странным образом. Вы что мне про собак, давайте про людей рассказывайте. Но собаки, они не подвержены психологическому влиянию. Именно на них можно проверить действительную эффективность. Вот новое знание, которое мы приобрели. То есть, это тоже очень важный момент. Я думаю, вы сможете правильным образом этим знанием распорядиться. Это был последний вопрос, который мы в данном формате могли осветить. Опять же, повторяю, что у вас будет возможность пообщаться. У нас очень общительный и очень приятный в общении, как вы успели, из цитирования Пушкина. А кто из вас на немецком что-нибудь процитирует из Гёте, например? Будем ждать сегодня вечером. Вас вместе с вашими в лобби. В лобби вы нас найдете. В лобби время, я думаю, что у нас... В общем, да. Где-то так. В районе 9 часов. Вы найдете в лобби и все ваши вопросы, я думаю, доктор Душик обязательно на них постарается ответить. Да. Один аспект, который хочется еще раз закрепить, про лечение, нелечение и так далее. Об этом вам уже сказал сам доктор. И еще раз я повторю. Когда мы позиционируем наши продукты, когда мы позиционируем билурон в частности, мы должны быть очень аккуратными. Ибо есть великая опасность то, что продукт могут признать, он у вас слишком эффективным, чтобы быть просто БАДом. Легко. Соответственно, мы в первую очередь говорим, что это лайфстайл-продукт, продукт здорового образа жизни. Он в первую очередь для того, чтобы не болело. И Марина Яковлевна шикарную метафору сделала, что вот почему если машине масло нужно менять, почему нам эта смазка не нужна. Сто процентов именно так. Соответственно, билурон для этого. Справедливо? Да. А что касается серьезного артроза, то тут, если это операционные варианты, не надо придумывать, не надо говорить о том, что это фантастика и не нужно делать операцию. Если показывают операцию, но облегшить симптоматику и оптимизировать процесс после операционного восстановления, ускорить значительно. Билурон помогает. Поэтому завтра мы еще про результаты и как правильно их подавать с вами поговорим. Но я очень надеюсь, что вы меня сейчас услышали, потому что у этого продукта большое будущее. И в наших руках, в наших силах продвигать его таким образом, чтобы не складывалось ни у кого обманчивое впечатление. Этот продукт и так обладает тем набором свойств, в которые, в общем-то, ничего не надо делать, просто их озвучил и вперед. 150 баллов. Все, спасибо большое и увидимся. Счастливо. Спасибо. Спасибо большое доктору Душику. Подарок Нильсу Душику от компании. Набор стаканов оригинальной формы и неповторимого стиля. Необычный декор из позолоты и в платины по эксклюзивному дизайну компании Coral Club. Спасибо. После десяти будет для ремонтов. Киру цифровым, егоmyевым целям, Fest inbuilt, уст иищества. Под crank моего запов Przyлинулись два светля-магазON о robbed состава объективных тут, этом אаааа. Продолжение следует... Продолжение следует...